31 декабря 2012 года. Триумфальная площадь. Последнее собрание стратегии 31. И уже выдавливают. Оппозиция и ОМОН встречаются по 31 числам, как заклятые друзья. У одних проклятие Путин, у других приказ начальства. Вот и ходят кругами вокруг Триумфальной, то отступая, то бросаясь в жаркие объятия. Первые требуют свободы собраний, гарантированной 31 статьей Конституции, да и просто свободы. Вторые отбывают обеззаловку, лишь бы не уволили. Мне 31 июля сотрудники полиции сломали руку. Они меня бросили на автозак. На ступеньки автозака металлические. И потом еще за эту сломанную руку втаскивали волоком. Скажите, а вы не боитесь приходить снова сюда с 31 числа? Нет, я не боюсь, потому что, вы знаете, иначе просто нельзя. Иначе не только мне будут ломать руки, руки будут ломать все, мы уже в собственных домах. Вот эти же сотрудники полиции. Не помешайте проходу других граждан. Что вы скажете 31 декабря россиянам? Счастья, всех удовольствий и, главное, свободы. Свободы! Лимонов перед традиционным задержанием успел дать интервью, после чего с легким сердцем отправился давать показания и подписывать новогодний протокол. Вы опять вышли с 31-го на Триумфальную площадь? Я опять случайно. Я опять случайно? Ну, конечно, я все время прохожу случайно. То по Тверской области, то по Московской. Но почему-то оказываюсь здесь. А если вдруг окажетесь в автозаке, на Новый год не обидно будет? Да нет, не обидно, ведь все потихонечку в привычку входит. А вы уже привыкли? Тут Новый год точно не праздновал. Точнее, смотрел, как празднуют другие или слышал. А что вы гражданам посоветуете, точнее, пожелаете? Что вы пожелаете гражданам 30-го? Счастья, Нового года прежде всего. Не обращать внимания на весь этот беспредел наших властей. Оставаться гражданами, наверное. Уважаемые граждане! Нормальными, оптимистичными гражданами. Я думаю, что в любом случае все эти наши хорьки и крысы когда-то будут под судом. Под настоящим судом. Уважаемые граждане! Сергея Мохнаткина и еще нескольких протестующих тоже задержали. В общем, классика путинского жанра, отточенного за несколько лет. Весь этот маразм со стороны выглядит странной игрой, в которой главное не победить сию минуту, а лишний раз потрепать нервы друг другу. Стратегия 31-31 декабря 2012 года прошла спокойно. Ну, как спокойно? Если сравнивать с акцией 6 мая 2012 года, конечно. Но это спокойствие обманчивое, потому что главные баталии впереди. И нас ждет очень непростой в политическом отношении год 2013-й. С наступающим! Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.